всем привет с вами яркий фото маркет меня зовут илья сегодня мы поговорим про объектив фойхтлендер nokton 50 миллиметров f 1.0 для bayonetta rf узнаем хороший этот объектив стоит ли его покупать и как вообще обстоят дела с мануальными объективами достаточно высокого сегмента так что видео будет крайне интересным если ты еще почему-то не подписан подпишись поставь лайк этому видео заочно завари себе вкусный напиток и мы начинаем в историю этого европейского бренда мы углубляться не будем достаточно лишь сказать что фойхтлендер это бренд который ценится особенно ценится теми людьми у которых есть камера лейка да есть объективы лейка но если вам они по какой-то причине не нравится бывает и такое существует и другие производители наверное вам сейчас широко известные объективы типа тт артизанс 7 артизанс или еще какие-нибудь но на самом-то деле уже достаточно давно компания фойхтлендер производит объективы под м байонетт более того у них даже была своя дальномерная камера который наверное уже мало кто помнит но тем не менее история у бренда очень хорошая конечно сейчас эти объективы производит косина также как и цейс то бишь они производятся в японии но есть интересные моменты например связанные с контактной группой об этом мы сегодня подробно поговорим но перед тем как начать рассказ надо сразу сказать что стоимость вот этого объектива сейчас составляет порядка 1700 долларов отчасти поэтому мы ожидаем этого объектива каких-то очень интересных результатов хотя по моему мнению у подобной оптики есть скажем так три варианта которые они могут предложить но вот об этом и поговорим но начнем с коробки поставляется объектив вот в такой вот классической для фойхта коробки там все очень красиво уложено все замечательно сделано комплект поставки достаточно простой это сам объектив крышки и бленда бленда металлическая и врезная то есть можно делать вот так в общем красота эргономика сам объектив как видите небольшой хотя светосила очень большая и объектив достаточно увесистый то бишь тяжелый и это приятно все таки это металл стекло вот все как мы любим с другой стороны органов управления у нас особо и нет то есть у нас есть только кольцо фокусировки как вы видите когда мы фокусируемся объектив меняет свое положение а значит мы можем уже не делать тест на дыхание фокуса оно есть если вы хотите конечно снимать видео но об этом тоже немного поговорим и спереди у нас есть кольцо управление диафрагмой с приятными кликами то есть это больше фотографическое кольцо спереди у нас есть небольшие надписи которые говорят что это прекрасный объектив и интересный сюрприз нас ждет естественно сзади один приятный другой неприятный приятный сюрприз это то что объектив имеет контактную группу и это очень важно мы поговорим об этом в разделе фокусировки то бишь камера видит объектив знает мета данные и если у вас камера например имеет стабилизатор изображения то он сразу будет работать так как нужно ничего дополнительно выставлять не надо и это хорошо есть еще один плюс вот фокусировки поговорим а неприятный сюрприз это то что объектив не имеет банальной резиночки которая защищает его от пылевлаги вроде при подобной стоимости хочется чтобы была эта самая резиночкой чтобы объектив был пылевлага защищенный но к сожалению ее нет в целом ощущение от объектива достаточно хорошие повторюсь он такой металлический как любят говорить иностранные обзорщики solid и в этом плане да он очень приятный и на камере что на r5 например что даже на r8 смотрится достаточно хорошо ничто никуда не выступает но единственное на r8 самая большая камера он конечно немножко смотрят вперед но если надеть бренду то все становится сразу хорошо так что в целом объектив имеет такой приятный внешний вид и вес поговорим о технических характеристиках и для этого посетим официальный сайт файклендер во первых мы с вами увидим что объективов под рф байонет уже несколько в этом дизайне есть уже три объектива это 41 275 1 5 и 51 и 1 скорее всего с такими фокусными и такими светосилами вы уже встречались просто на других байонетов эти объективы полностью переделаны для того чтобы быть на беззеркальных камерах и дело не только в том что там разные рабочие отрезки и так далее байонеты но еще в том что слой перед матрицей точнее стекло перед матрицей на разных камерах немного разные там есть некоторые технические моменты которые надо править но это все нюансы давайте зайдем соответственно на страницу самого объектива тут конечно нам говорят ключевые особенности это отличные характеристики это специальная конструкция под рф байонет и она действительно есть есть контакты хороший прочный корпус но я правда не рекомендую вам его кидать но тем не менее ручная фокусировка для надежной фокусировки не знаю это как google перевел но не ручная фокусировка для точной фокусировки это было бы забавно и конечно плавающий элемент из фонга четкостью 12 лепестковая диафрагма на секундочку управление диафрагма через кольцо отличные оптические характеристики ну и естественно премиальный дизайн вот нам показывают оптическую группу об этом мы еще поговорим но мы видим сразу два необычных элемента именно два сферических элемента в общем тоже неплохо в каком-то смысле отсылка классики перед тестами как раз поговорю и какие три пути для мануальных объективов вот так вот объектив будет выглядеть на камере r5 например очень даже достойно очень приятно некоторым не нравится вид скажем так винтажных объективах на современных камерах казалось бы вот под nikon zf вот такой объектив да соответственно был бы существенно симпатичнее был и я наверное даже с этим соглашусь но тем не менее выглядит все равно хорошо ну то есть тут все понятно и у нас есть оптическая конструкция 9 линз в семи группах два из которых асферические 12 лепестков диафрагмы минимальная дистанция фокусировки 45 сантиметров диаметр светофильтра 67 миллиметров обратите внимание именно в этот фильтр вы будете вкручивать бленду она вкручивается а нет байонета ну как как и раньше ничего нового и весит он 650 грамм ну то есть такой достаточно солидный особенно если мы говорим про объективы для беззеркальной камеры но все-таки извините тут у нас f1 ничего с этим не поделаешь то есть в целом мы видим хорошие характеристики это не может не радовать давайте перейдем к тестам но сначала вот эти вот самые три пути во-первых это технические характеристики ну вспомним хотя бы серию цейс отус или цейс милус эти объективы обладали высочайшими техническими характеристиками и рядом с этими объективами на самом деле было не так уж и много автофокусных объективов и то есть люди которые покупали не автофокусные объективы они сознательно уходили от автофокуса чтобы получить более высокое качество изображения это был путь номер один путь номер два это очень красивая боке отчасти мы можем устать от технически качественной картинки нам захочется чего-то необычного чего-то знаете такого нет для всех с каким-то может быть неправильным но эстетически приятным боке то есть не как у гелиуса допустим да гелиус все-таки он массово доступен а вот как у гелиуса но лучше который не такой массовый это был наверно путь номер два и путь номер три это какой-то гибрид то есть там где и характеристики неплохие в целом и размытие заднего плана то есть тоже присутствует и в целом на какой-то приятное и уникальное ну давайте посмотрим как это все будет выглядеть у нашего 50 миллиметрового объектива с f10 мы наверное чего-то от него и ожидаем особенно за его прайс ну что ж поехали во первых надо протестировать минимальную дистанцию фокусировки вот так вот у вас это все будет выглядеть не сказать что это что-то необычное 45 сантиметров до полтинника это вполне себе нормальная минимальная дистанция фокусировки нас здесь больше интересует даже не это а насколько на максимально открытой диафрагме мы получим резкую картинку сразу стоит сказать что на минимальной дистанции фокусировки мы будем иметь картинку похуже по резкости нежели не на минимальной дистанции фокусировки тем не менее хоть картинка немножечко софтит это правда не такая звенящая резкая но для f1 и 0 я вам скажу что очень даже неплохо об этом не стоит забывать об этом мы поговорим еще в резкости ну и спойлер наверное это один из самых крутых технических моментов в объективе фортлендер 50 миллиметров f1 но давайте теперь по ну здесь тоже самое но давайте посмотрим теперь на винетирование как там на f1 и вот так вот она выглядит надо сказать что винетирование то очень даже не маленькая она не то что заметно она очень заметно если мы но это f1 да мы диафрагмируем до f1 и 4 видим что винетирование у нас пропадает до f2 она только остается по углам f2 и 8 почти пропадает ну и вот f4 даже еще не пропало а вот c5 и 6 где-то пропадает там плюс минус тут наверное стоит оговориться во первых а хоть камера поддерживает контакты но а если вы заходите в режим коррекции то режим коррекции по большому счету для этого объектива в джипедах не работает ну то есть он опять же говорит что я не знаю этот объектив ну и вот вот это вот все то есть в очередной раз хочется сказать так как этот объектив сертифицирован canon и физически можно более чем ставить на canon r то хочется чтобы наверное и эти вещи работали да наверное вы захотите снимать в raw файлах сколько угодно однако если уж есть полная совместимость да и его опять же очень немаленькая цена хотелось бы чтобы это все как-то сразу работала а не где-то в копчеване или еще где-то я потом сам создавал или искал профиль вот это все я конечно это все полечу но в целом хотелось бы чтобы все работало сразу тут еще кстати стоит оговориться когда я увидел это винетирование она видно вот прям сразу как только вы надеваете объектив на камеру на f1 вы увидите вопрос на любом сюжете сразу я подумал может быть странно давайте посмотрим как у других обзорщиков я посмотрел несколько обзоров и вот например у кристофера фроста вот винетирование выглядит вот так что мне кажется достаточно сильно отличается от моего я тестировал объектив на фокусировки на бесконечность да если двигать объектив от бесконечности до mdf винетирование может чуть меняться да и но не настолько да то есть вот у кристофера фроста и некоторые других обзорщиков там как-то получше что ли с винетированием не знаю как они это делают может они потом как-то дополнительно не убирают может не знаю в общем как это происходит тем не менее вот что у меня есть я вам и показываю поэтому винетирование обратите внимание но мы с вами посмотрим еще и на винетирование скажем так в реальных примерах и ну и вы определите насколько для вас это важно резкость с резкостью все с одной стороны однозначно с другой стороны понятно вот смотрите у нас есть наш стандартный стендик мы приближаем видим что в принципе то в принципе то да то есть у нас все читаем и все нормально но легкий софт мы все-таки видим тут очень сложно потому что f1 дает очень маленькую гриб и вот здесь вот непонятно еще книга вошла в гриб не вошла гриб но все равно какие-то дополнительные детальки мы видим если мы идем в бок да мы ожидаем потери резкости естественно но в принципе да повторюсь все тоже читаем а не так уж и плохо есть объективы существенно хуже а тут f1 вот так еще сделал один снимок на всякий случай сфокусировавшись именно вот сюда потому что вдруг гриб меняется но нет все все было нормально дальше мы соответственно диафрагмируем 14 сразу обратить внимание да как у нас картинка стала светлее винетирование наш прекрасная и конечно же мы видим что у нас резкость улучшается давайте сразу несколько картиночек поставлю у нас резкость улучшается до f2 и 8 мы теперь совершенно будем спокойно видеть фактуру книги например вот здесь это явно читается и если мы уйдем в бок то здесь на же гонзо до приобретает не только какие-то очертания ноют и фактуру тоже приобретает что конечно хорошо если мы возьмем дальше f4 f5 и 6 f11 и f16 но f11 и f16 я поставил чтобы вы увидели уже дифракцию да но по большому счету вот на f5 и 6 становится все прекрасно все резко винетирование пропадает и в целом конечно все становится хорошо это не может не радует здесь тоже наверное нужно сделать маленькую ремарку дело в том что объективы со светосилой 1.0 или 095 существует ну очень давно многие китайские производители такие объективы в общем-то производят однако на большинстве наверное не побоюсь этого слова подобных объективов это 095 или f1 существует исключительно для галочки то есть она есть но на этой диафрагме ну просто банально все размыто потому что не так то просто сделать объектив с f1 который бы еще и хорош был в резкости ну вот такие дела даже если мы вспомним хороших китайских производителей типа лаовы где серия если правильно помню аргус которая не f1 по-моему f12 но не суть там на открытой диафрагме он тоже достаточно софтит то есть его можно применять в каких-то художественных моментах но вот именно в техническом плане но она прям очень такое здесь тоже мы видим что f10 не идеален он софтит но сказать что он не резкий не можем отсюда если вот в сравнении брать то здесь объектив ногтон меня очень порадовал в плане резкости на f1 я думал что будет все гораздо хуже тем не менее в целом снимать можно но сюрпризы будут ждать нас чуть дальше теперь давайте посмотрим на хроматические операции и это один из тех моментов у как с которым у объектива есть реальные проблемы то есть если мы смотрим наши операции мы сразу видим что сверху у нас будут идти зеленые операции снизу идут фиолетовые операции и дальше в примерах мы посмотрим как это выглядит даже со стаканом пример не делал чтобы никого не травмировать ну и подумал давайте пойдем смотреть реальные картинки потому что самый главный тест этого объектива на что правильно на боке то есть как будет выглядеть картинка насколько она вкусная и так далее давайте смотреть ну вот мы просто берем выходим на улицу и снимаем людей которые нас при этом почему-то не видят это хорошо мы ставим f10 в солнечный день вам придется использовать либо электронный затвор либо nd фильтры потому что иначе очень ярко для f1 тем не менее вот мы приближаем нашу картинку и что мы видим это f10 и в целом да мы все видим хорошо и так далее то есть вот даже рядом какие-то бумажки которые уже из грипп то вываливаются и дальше мы видим в общем то что даже можно снять это даже не ростовой портрет прям действительно f10 отбивают у нас передний план от заднего плана однако хроматические аберрации вот эти зеленые мы видим вот буквально много где то есть хроматических аберраций присутствует их присутствует достаточно много и если вы хотите чтобы их не было кто-то рафы править в джопеге конечно они будут если мы снимаем что-то поближе мы видим такие замечательные моменты обратить внимание что это f10 и я попадаю в резкость это замечательно вот есть у нас баки тоже обратите внимание баки побольше f1 и 0 обратите внимание и вот тут даже вот волосы да они резкие ухо резкое просто замечательно правда тут же нас встречает еще каемка хроматической аберрации вот но по резкости все очень хорошо и более того давайте вот теперь вот так вот сравним вот у нас есть вдали девушка тоже и мы ее фотографируем на f1 f1 и 4 f2 и f2 и 8 и когда мы приближаем сейчас все вместе вот так сопоставим понятно что с f1 и 4 уж тем более с f2 и 2 и 8 тут все резко все хорошо но даже на f1 на таком большом расстоянии я попадаю в резкость абсолютно спокойно и вот тут как раз время наверное пришло поговорить про фокус дело в том что на объективе присутствует контактная группа который позволяет камере полностью видеть объектив в принципе проблема с фокусировкой на беззеркальных камерах не такая уж и большая у нас есть с вами и пикинг да то есть подсвечивание резких граней она мы можем с вами приблизить часть кадра для того чтобы сделать снимок то есть фокусировка на беззеркальной камере с мануальными объективами гораздо удобнее чем на зеркалке на зеркалке на f1 сфокусироваться я не знаю наверное очень сложно а здесь же у меня практически каждый кадр выходит резким то есть конечно есть нерезки где мажу об этом тоже покажу но тем не менее так получается очень часто почему а все дело как раз в контактной группе компания канон разработала фокусировку называется в нем помощь следующей фокусировки где есть к линии которые показывают там они расходятся и сходятся когда вы что-то фотографируете но самый большой плюс в том что это работает не только по точке до . надо постоянно менять а например если вы снимаете по общему фокусу то камера понимает где у вас глаз человека и отдельно на этого человека ставит такую систему помощи что позволяет вам просто вы ничего вот прям точку не выбираете наводите на человека вокруг человека квадратик и на глазу квадратик и все и просто совместите к линии и все у вас будет работать и это конечно же очень удобно с точки зрения мануальной фокусировки именно для этого нужно договариваться с каноном чтобы все работало и это конечно же очень хорошо поэтому фокусировка на этом объективе в общем-то не не вызовет вас никаких вопросов чуть-чуть нужно конечно попривыкнуть но в целом фокусировка крайне удобная здесь технологии очень хорошо помогают тоже немножечко винетирование на небе и кажется что на небе это кстати не так актуально но если опять же мы вернемся к фотографиям людей да людей тут винетирование очень хорошо видно и особенно опять же вот если вернемся к девушке видите вот этот угол насколько он меняется когда мы диафрагмируем ся поэтому винетирование все-таки присутствует вот дошел до одного из своих любимых двориков дворик замечательный это у нас f2 и 2 но обратить внимание да что резкость данном случае очень хорошая на всякий случай уточню это камеры canon r8 на canon r5 на 45 мегапикселей возможно на f1 были бы некие нюансы чуть-чуть по софте мог бы быть эффект но в целом а резкость меня очень даже радует и она достаточно приятная хотя опять же некую хроматику мы также сможем видеть такие вот дела решил поснимать котиков вот в данном случае бокса ошибся или я ошибся все-таки f1 повторюсь гриб очень маленький но обратить внимание на усы данного котика они не белые это такая сплошная хроматическая аберрация вот наверное это может дать нам какой-то эффект эффект старины и вот с котиком аж три раза подряд промахнулся вот такие дела также решил поснимать знакомых блогеров и фотографов которые зачем-то разбирают всю эту конструкцию обратить внимание опять же ну во первых вот хроматические аберрации очень заметно но вот мы достаточно далеко стоим опять же от объекта съемки f1 и 1 никаких проблем в принципе резкость достаточно хорошо считаются естественно это без всяких коррекций то есть в принципе в любом редакторе вы еще резкость эту наложить можете и в целом будет все хорошо и еще с автофокусом нет никаких проблем бокс и все работает в общем очень хорошо сделано радует здесь картинка поближе для того чтобы оценить уже баке какой она красивая и замечательная с резкостью обратить внимание уже абсолютно полный порядок александр великолепная модель если вы не подписаны на канал александра макушина наверное подписаны но если не подписаны обязательно подпишитесь александр макушин очень хороший фотограф блогер хорошее знание дает человек рекомендую немножечко стрита вот например гулька который есть гречу надеюсь у велка кто знает тот знает между прочим знаете гулька она очень быстро есть и в каком-то смысле это прям такой стрит стрит не так то просто это поймать знаете ли а вот но это опять же больше для того чтобы показать что там в резкость попасть легко и опять же показать хроматическую аберрацию вот это вот эта самая гулька которая есть тоже все достаточно резко f10 все дела то есть все достаточно хорошо но все-таки котиков захотелось конечно же резкими тоже на f1 и вот пожалуйста вполне себе резко на f1 еще раз повторюсь главный наверное плюс объектива помимо баки но это мы обсудим это резкость так но это так тут к сожалению немножко перри экспонирован снимок потому что здесь одна восьмитысячный уже недостаточно надо уходить в более короткие выдержки но если мы приблизим провода мы видим что они все разноцветные ну хроматические аберрации есть есть такой момент вот здесь вот очень хорошо видно вот зеленая вот ну если что кстати цейс классические они тоже достаточно сильно хроматят и в целом многим нравится тем не менее вот так вот мы можем видеть баке на тоже достаточно симпатично достаточно приятно если вы проживаете в санкт-петербурге я вам настоятельно рекомендую посетите розфото раз фото сейчас скажем так объединили все свои залы то есть пространство гораздо крупнее в общем очень приятно там гулять но в данном случае тоже если мы снимаем что-то такое где боксов вас никаких не будет дополнительных имеется ввиду по . конечно будут тоже можно посмотреть но в принципе вот этот софт свечение да кстати тест на комы не не делаю но кома есть очень большая тоже обратите внимание вот тоже достаточно красиво симпатично можно вот такой забавный кадр поймать интересно можно походить а это снимок на диафрагме f2 тоже хотел посмотреть что там собираться ими но их тоже небольшие можно увидеть поэтому заканчивается и вот и грубо говоря и в 4 все хорошо пусть минус в 5 и 6 идеально еще лучше ну то есть в данном случае есть некоторые нюансы но вот тоже попытка снять что такое стритовая на f2 в целом в целом неплохо вот это все разнообразие цветов забавное на мой взгляд но и баки колечки пакет то есть обратить внимание что в целом они такие круглого теньки здесь 12 лепестков диафрагмы после баки об этом поговорю тоже про флеры но вот по краям все-таки задняя часть объектива она маленькая то конечно же мы предполагаем что у нас будет к царе но и они есть я не знаю как вы к ним относитесь они существуют плохо это хорошо не знаю насчет баки тоже не могу сказать отдельно про это поговорю но и вот такие вот интересные у нас получаются завиточки не кругляшки а вот забыточки и луковые кольца мы тоже можем кстати увидеть при желании и вот так тоже выглядит когда наложение идет вот такое интересное забавное тоже в целом приятное наверное не знаю то есть вот так вот выглядит у нас технические тесты и давайте последний тест о котором стоит сказать этот тест на флеры то есть если светить непосредственно в объектив каким-нибудь фонариком взял картинку у коллег посмотрите у этого объектива есть некоторые моменты за светками почему иногда он очень забавно распадается на спектр поэтому снимать против света на него можно в целом он хорошо корректирует контраст но иногда бывают интересные такие вот моменты которые можно наверное считать художественными по одному из трех пунктов художественными можно считать поэтому давайте теперь попробуем оценить насколько этот объектив хорош поговорить о том какие у него есть конкуренты ну и соответственно сделать вывод стоит ли этот объектив покупать объектив фойхтлендер 50 миллиметров f1.0 для байонета canon rf несомненно имеет какую-то свою приятную харизму вообще если скажем так я бы хотел вам этот объектив продать то мне наверное надо было бы говорить о том что бренд этот европейский с культурными традициями и вообще делает высококачественную оптику для бренда в том числе и лейка что объектива точнее у бренда очень очень хорошая своя история и они-то очень хорошо понимают в том как надо делать объективы что объективы мануальные в целом и уж тем более фойхтлендер в частности объективы не для всех объективы для тех кто знает что он делает кто снимает то что конкретно знает что он хочет снимать скажем так некое искусство может быть даже в плане размытия заднего плана в плане баке и вы с этим объективом конечно же будете не такой как все и это наверное отчасти правда главное в это верить однако давайте попробуем все-таки не серьезно а вот именно с технических моментов без маркетинга посмотреть на ситуацию что у нас получилось с одной стороны какие плюсы этого объектива кроме хорошего корпуса тут все в общем то понятно хорошая резкость это правда действительно для f1 резкость очень приятная очень хорошая и безусловный плюс этого объектива это то как он фокусируется то есть canon очень хорошо помогает и даже у новичков не будет глобальных проблемы с фокусировкой на этом объективе особенно если вы зеркалки приходите на беззеркалку то просто небо и земля насколько удобнее снимать на мануальную оптику минусы это достаточно сильное винетирование и достаточно сильная хроматические аберрации и вы меня можете спросить илья а что с баке а вот сбоке дорогие друзья есть вопрос понимаете я принципиально не брал для сравнения объектив типа 50 миллиметров f1.2 для канона почему потому что если мы будем сравнивать просто баке и уж тем более это будет слепое сравнение я в общем то не уверен что каждый из нас сможет определить а где собственно что поэтому в какой-то смысл в баке можно влюбиться персонально и тогда она вам будет очень очень нравится тем более сам вот момент когда вы постоянно что-то ходите и крутите наверное вызывает приятное ощущение по крайней мере то когда вы попадаете с мануального объектива доставляет вам больше удовольствия чем когда вы попадаете с автофокусного точнее с автофокусного объектива вы не испытываете никаких позитивных эмоций ну он бы должен так делать это же автофокус но когда не попадаете вы расстраиваетесь с мануальными объективами вот наоборот когда вы не попадаете вы не переживаете по этому поводу а когда попадаете радуйтесь в каком-то смысле приятный гедонизм присутствует тем не менее если мы сравним объектив 51 с каннам 51.2 то наверное обнаружим что с технической точки зрения каннам 51.2 получше то он гораздо крупнее но он и стоит тех же денег в россии вот сейчас в ярком фото маркете они стоят одинаковых денег хотя вроде в долларах дороже немного и по сути вы придя в магазин вы можете за одни те же деньги купить ногтон а можете купить канн 51.2 и вот тут большой вопрос конечно же если вы снимаете репортаж и так далее ногтон не для вас это понятно это понятно мы говорим про какой-то fine-art да про неспешную съемку архитектурную съемку и так далее но повторюсь технически canon и по аберрациям и по винетированию да да и по резкости наверное будет обгонять объектив твой и будет давать правда немного другое баке и вот тут мы с вами должны решить а какое баке более художественно это вопрос достаточно сложный я оставлю этот вопрос лично для вас потому что я думаю что это не совсем корректно как-то так сравнивать сейчас я еще одну забавную систему приведу помимо той который говорил если мы говорим про не автофокусные объективы но так и есть еще очень большое количество конкурентов до проект в этом плане будет выделяться например той же самой резкостью с другой стороны есть хорошие объективы те же тт артизанс которые будут стоить ну в разы дешевле а уж тем более я думаю что каждый не знаю пятый человек под этим видео напишет зачем вам нужно или хотел бы написать а зачем вам нужен этот фойхт купите гелиос 44 2 и все у вас будет хорошо ну зачем столько денег платить за фойхт если есть гелиос например да и это отчасти тоже будет правильным потому что гелиос тоже дают свою картинку конечно не такую как фойхт но она не такая почему потому что фойхт такой дорогой и скажем так элитный до европейский бренд или почему вот это такого будет очень сложный вопрос на который мне кажется объективно ответить нельзя поэтому я не стал сравнивать напрямую какой же вывод мы можем сделать давайте во первых системы можно классифицировать объективы 50 миллиметров точнее ваш уровень скажем так работы с объективами на примере 50 миллиметров ваш первый уровень это canon 50 18 стм например какой-нибудь или тем более двоечка ну что-то в этом роде на рф на если хотите неважно второй уровень это canon 51 и 2 ну то есть где-то между нас находится 51 и 4 если бы на к нам такие были ну и что-то в этом роде если вы например на sony почему тут тоже классификации можно использовать там есть 51 4 и так далее но уровень номер два это 51 и 2 такой самый топовый полтине которые есть на автофокусной системе уровень 3 это как раз ногтон потому что это уже ваше решение сознательное культурное решение в самоограничение сейчас нет такого момента все таки как были с с особенно отус когда был цейс отус это был объектив технически прекрасен сейчас он не в ли он остается конечно таким прекрасным но современные беззеркальные объективы с хорошей диафрагмой тоже прекрасно тоже очень хорошие да можно сравнить да можно видеть разницу пусть цейс отус будет даже чуть получше но это уже такое чуть что такое и конечно больше на мой взгляд теперь все упирается именно в размытие заднего плана именно в удовольствие от общение с объективом то есть какие-то не совсем объективные моменты да то есть логика у нас у каждого своя то есть если мы хотим техническое качество объектива то фойх рекомендовать на самом деле достаточно сложно я уже объяснил по каким причинам но четвертый пункт вас как фотографа каким бы объективом пользоваться и серии 50 миллиметров предлагаю вам написать в комментариях но по моему он достаточно очевидный поэтому когда вы меня спросите илья а будешь ли ты рекомендовать фойхт с технической точки зрения нет автофокус это удобно и если вам нужно снимать то что требует автофокуса ни о каком сравнении речи быть не может если у вас нет автофокуса может быть конечно несколько мануальный фокус вас дисциплинирует и вот это все но мне кажется это плацебо который живет в наших головах если это плацебо и вот это чувство веры вам помогает да если не помогает нет ну и второй конечно главный момент если вам нравится как размывает фойхт то надо смело брать если вы хотите вот войти вот в эту вот когорту элитных людей которые умеют снимать на мануал то вам туда есть люди которые замечательно снимают на мануальные объективы их это никак не ограничивает поэтому в принципе почему бы и нет но прямой рекомендации к сожалению я дать все-таки не могу все-таки очень много технического прогресса было сделано чтобы нам было удобнее чтобы я не думал об этом автофокусе чтобы возвращаться в эту стезю а по большому счету что мы делаем если камера дает вам бокс то вы делаете то же самое что и делает за вас объектив с автофокусом вы крутите в нужном направлении и остается лишь разница только в размытии заднего плана а здесь тут уже как я говорил кому что больше нравится фойхт будет выделяться потому что у него не такое боке как у более массовых объективов это правда но насколько это подходит для вас тут к сожалению должны решить лишь вы извините за такую долго за такой долгий вывод но тут по-другому к сожалению никак если объектив стоил 20 тысяч рублей я бы сказал смело берите вообще 50 тысяч рублей смело берите отлично фойхт мое почтение стоимость все-таки тоже влияет поэтому обратите внимание а на сегодня это все всем спасибо за просмотр с вами был илья подписывайтесь на яркий автомаркет на все наши соцсети подписывайтесь на нас в пока видео мы в том числе будем выкладывать и в пока instagram подпишитесь мы желаем вам прекрасных снимков с вами был илья пока